всем привет меня зовут андрей и вы на канале industrial tool сегодня мы поговорим на тему гибридных и аккумуляторных пылесосов makita вот такого вот форм-фактора как за моей спиной на самом деле такой ролик у меня уже был где полностью весь модельный ряд серии lxt то есть 18 вольтовых разложил по полочкам показал чем они отличаются какие внутри двигателей щеточные там бесщеточные разных мощностей какие комплектации там с табличкой вообще очень и очень все подробно можете посмотреть это все ролик ссылка на этот ролик будет в описании но сейчас я конкретно на практике вот на этом гибридном пылесосе хотел показать одну такую вот вещь я к нему докупил видео сзади хепа фильтр и сейчас я расскажу для чего почему и как это все устроено потому что на самом деле для меня самого не все в этом пылесосе понятно для чего это сделано когда одно дело читаешь инструкцию там не все во первых написано потому что когда смотришь в интернете в каталогах какие бывают к этим пылесосом аксессуары то у тебя голова вообще еще больше вопросов короче в голове возникает и поэтому давайте уделим этому немного времени вообще если мы берем инструкцию от этого пылесоса а эта модель деви си 150 то на самой обложке сразу видим что инструкция идет на две модели пылесоса 150 и 151 отличаются они тем визуально есть посмотреть на 150 не указано сбоку никаких надписей а на 151 там сбоку написано хепа фильтр все дело в том что пылесосы разделяются на две категории одна категория для сухой и влажной уборки а другая категория для строительной пыли то есть одну часть пылесоса можно использовать для уборки например дома как обычный домашний пылесос или в гостиницах в самолетах там и так далее а другая часть которая для строительной пыли это для штроборезов настройки просто по полы убирать строительную пыль и поэтому для строительных пылесосов обязательно нужно использовать хепа фильтр а вот для домашних пылесосов хепа фильтр как оказалось почему-то makita сразу не использует для меня например это непонятно в любой домашнем пылесосе я считаю что должен быть обязательно хепа фильтр иначе как сказать вам когда воздух всасывается в пылесос он же сзади обратно и выходит и мелкие частицы вредные они также получается остаются у тебя в доме но мы сейчас откроем этот пылесос и увидим что там вместо хепа фильтра есть специальный пред фильтр и он достаточно плотный и очень хорошо себя показывает есть еще один другой момент когда мы покупаем 150 модель то внизу если мы поднимем вот эту часть будет прикручена вот такая штука это поплавок и предназначен он для сбора воды то есть когда вода в бак набирается поплавок поднимается и блокирует этот доступ к двигателю либо я не знаю может быть даже пылесос отличает я не проверял но есть одно но если мы откроем каталоги и посмотрим с какой с каким пред фильтром это нужно использовать то увидим что пред фильтр будет не тот который комплектуется в этом пылесосе а сетчатый я сейчас покажу на экране вы видите как должен выглядеть этот сетчатый пред фильтр вот он примерно из такого материала как вот с маленького пылесоса я взял вот эта сетка плотненькая такая и тот просто здоровая корзина вот из такой сетки но почему-то этого пред фильтра в комплектации нет и в инструкции даже об этом пред фильтре ничего не написано стоит он тоже как бы немалых денег второй момент если мы используем пылесос вот с этой с этим набалдашником он получается снизу занимает почти весь так сказать объем бака и когда мы используем пылесос с мешком я просто изначально так делал я когда купил мешков к нему не было сначала я использовал его без мешков и пред фильтр конечно чуть-чуть у меня вымазался как вы видите а потом я докупил мешки и стал использовать с мешками с пред фильтром и вот с этой штукой и как оказалось мешок не может полностью наполниться а мешки у макиты огромные 15 литровые мешок вот сам он он здоровенный получается он в баке лежит таким образом и и получается вот эта вот штука она посередине занимает весь объем бака и мешок просто нереально полностью наполнить пылью а в инструкции есть такой момент что если вы докупите хипофильтр то вот эту штуку она прикручена на трех винтах можно открутить и тогда устанавливается хипофильтр я решил что она вообще мне не нужна и когда пока у меня не было хипофильтра ее снял и использовал просто мешок и пред фильтр и тогда мешки стали принципе нормально полностью набираться пылью использовался на сто процентов и только сейчас я внимательно вник в инструкцию и увидел что здесь прямо четко написано если мы используем клоус фильтр а это тот фильтр который поставляется в комплектации этот белый то необходимо снимать этот набалдашник пластиковый с поплавком вот это поворот третий момент когда мы используем хипофильтр сам пред фильтр должен быть тоже другой то есть всего у makita для этих моделей есть три пред фильтр этот пред фильтр он сделан из такой материала вот как в маленьких пылесосах вот эти синенькие мешочки то есть из мягкого материала а этот который стандартной комплектации он прямо жесткий такой и вот у меня вопрос а можно ли использовать хипофильтр и вот этот жесткий пред фильтр чревато это последствиями или нет может быть от этого тяжело будет двигателю работать и он будет работать с перегрузками либо разницы нету плюс еще когда мы используем хипофильтр нужно на него вокруг такой поролоновый еще фильтр которого в россии не купить его даже сложно купить по моему и на алиэкспрессе нету и вообще нигде не купить так сказать в россии но можно попробовать заменить ведь я смотрел там на зубровский пылесос и что-то подобное есть такая сеточка как бы подобрать что-нибудь там сделать можно но вопрос нужен ли он вообще может быть да когда с мягким пред фильтром он будет такой слишком мягкий и прилипать сразу когда тяга пойдет фильтру тогда он да реально нужен но когда с жестким этим пред фильтром я думаю и смысла нет потому что мешок такой плотный и он не облегает хипофильтр ну а так сам по себе пылесос неплохой 1050 ватт когда работаем от сети он абсолютно такой конкретный промышленный промышленный строительный пылесос сосет я вам скажу на ура единственный конечно минус нет здесь никаких вибротрясов и прочего поэтому лучше всего конечно использовать и с мешком и с хепофильтром и спред фильтром тогда проблем никаких не будет ну а на этом принципе все но хочу вас порадовать немножко у меня в моем телеграме был недавно розыгрыш разыгрывал я дрель от makita выиграл у меня человек из ярославля дрельку я уже отправил на выходных я подумал почему бы не останавливаться на этих розыгрышах и сделать это ежемесячно в этом месяце мы будем разыгрывать лобзик makita лобзик этот будет тот который я разбирал в ролике ролик тоже будет по ссылке в описании это именно тот ролик но вот это 43 29 абсолютно целый он еще даже прокатит по гарантии здесь бы следов вскрытия найти невозможно потому что разбирал я его правильно и собирал поэтому все с ним нормально абсолютно рабочий лобзик плюс к нему еще пилку подарю которая шла в комплекте поэтому условия розыгрыша быть подписанным на мой телеграм-канал там будет короче в шапке закреплено сам условия конкурса и там нужно будет нажать кнопку участвую ну и быть подписанным и все для чего вам подписываться на мой телеграм-канал в моем телеграм-канале я нахожу для вас дешевые инструменты с большими скидками акции всякие и вы экономите большие деньги покупая электроинструмент там очень много будет ссылок на инструменты makita dewalt и других фирм таких цен вы в магазинах не найдете то есть вам не нужно ковыряться лазить искать тратить время вы просто листаете ленту видите ой какой-то инструмент вам понадобился вы смотрите у реальная цена просто сказка заходите и покупаете ну а для вас был я андрей спасибо за просмотр всем пока и и и и и и и